всем привет друзья вы на канале витко channel и в эфире ваша любимая программа after life да я знаю ее очень и очень долго не было дело в том что я занимался другими важными видео важными проектами сделал больший уклон на tick tock но сейчас она возвращается и возвращается с новой заброшкой знаете то место в которой мы отправимся сегодня для это было целой конторы из которой управлялась вся деревня но потом там начали происходить просто ужасные вещи по неизвестным причинам люди начали болеть некоторые даже умирать охранники которые были на ночной смене слышали какие-то шаги и голоса после всех этих несчастных случаев руководство компании захотели выяснить в чем же могла быть причина таких странных явлений и покопавшись в архивах они кое-что обнаружили дело в том что на месте этой конторы когда-то были немецкие концлагеря в которых убивали и пытали невинных людей после этого контору почти сразу же закрыли но местные жители говорят что до сих пор слышат какие-то крики и шаги в здании ну и вот в очередной раз мы с моим братом решили подтвердить или опровергнуть эти слухи но что с этого получилось смотрите далее друзья всем привет ну что вот в очередной раз мы на локации выпуска уже можно сказать давно не было и вот мы возвращаемся с такого с таким вот зданием с интересной историей вот сейчас уже темнеет почти можно сказать стемнело небо еще видно на камере она какое-то более светлое чем глазами в общем мы сейчас уже будем продвигаться не будем ждать полной темноты потому что мы будем начинать с подвала а там и так конечно и темнота и плюс здесь чтобы понимали выход заблокированный вот и мы будем пробираться мы нашли сегодня днем мы подошли к этому здание зданию и нашли место где можно шифер отодвинуть и залезть через подвал вот мы здание вообще еще не были поэтому для нас это впервые как и для вас вот надеемся что все будет хорошо и продвигаемся ребята вот такое вот интересное здание вот здесь подвал мы как раз часы начнем с начнем с подвала потому что вот такие вот кусты вот этот проход чтобы понимали вообще не черта не видно вот и включаем фонарик вот что там внутри вот так ладно чтобы не привлекать лишнее внимание пока что фонари выключу я сейчас попробую отодвинуть шефер убрать оттуда и пролезть мой брат со мной как всегда вот и он сейчас будет на снимай давай ребята вот я внутри включаем дополнительный свет меня может быть плохо видно я напомню что это было когда-то контора биржа можно сказать где решались сельские сельские дела вот но потом из-за того что люди начали страдать она закрылась если если слышишь какой-то звук шум снаружи сразу сразу коси фонари ребята вот это электро электричество так понимаю было вот видно я не знаю как это называть но провода я точно понимаю что такое провода провода есть и здесь наверно платы какие-то были не знаю а здесь я так понимаю была канализация поездине потому что здесь вижу трубы наверное здесь водой как-то управляли в общем пойдем идем на второй этаж точнее не на второй это подвал мы идем на первый этаж здесь он здесь вот все развалено все буквально штукатурка падает смотрите какие здесь строительные леса какие-то или что это или это да это какие-то строительные леса здесь что-то строили еще так ну давайте попробуем зайти в само здание есть дверь открыта ну подержи как же я скучал за заброшками ребята а вот и первая проблема дверь закрыта дверь закрыта на ключ я так понимаю что это сделали специально чтобы не лазили люди я не хочу создавать много шума во первых потому что нас могут услышать во вторых здесь реально обваливается чтобы мне какая-то штукатурка не упала на голову но я вот прикладываю усилие вот вперед не открывается назад не открывается вот здесь какой-то провод я больше не вижу здесь каких-то знаете можно гвоздей чтобы открывать закрывать я этого всего не вижу но оно скорее всего открывается вот туда вот я слышу как там от моих движений от моих механических точнее физических движений окна вибрируют в той комнате ладно я сейчас попробую посмотреть что там ты стой здесь Даня телефон опа а вот здесь есть проход пошли давай иди иди за мной только очень и очень аккуратно я тебе серьезно говорю здесь очень здесь все разваливается буквально смотрите вот здесь вот здесь вот такие вот эти палки эти строительные леса и здесь вот надо в присяг идти чтобы попасть сюда чтобы попасть сюда аккуратно только иди опа я не хочу сильно шуметь сильно светить с окна потому что там были были слышны люди и нас могут увидеть и нас могут увидеть поэтому я вам быстро покажу комнаты вот ой ё-моё здесь прям слышится такой знаете смрад такой затухший воздух а ну спрячь фонарей ребята мы потушили фонари пока что можете насладиться прекрасным видом из окна малиновым закатом как белый макс корж малиновый закат ребята там по всему там все время какие-то шумы поэтому мы ведем себя максимально аккуратно мы сейчас вам быстренько покажем комнату вот здесь я так понимаю был туалет посмотрите здесь здесь еще вонь осталась как знаете такой влаги влаги посмотрите какие зеленые потолки это просто жесть это просто жесть и остался этот такой задуший воздух моха вот слышится моха вот посмотрите это все мох это все мох я даже не хочу сюда идти я вам сейчас покажу смотрите здесь даже уже дерево выросло вот вот это был туалет вот это был туалет со стенкой здесь со стенкой просто умывальник и тоже еще один туалет видите вот вот прямо дальше просто чисто длинный коридор посмотрите на этот пол он уже весь неплохо хорошо что поднизу есть еще еще какое-то основание пола потому что смотрите доски доски просто просто проваливается это жесть это жесть очередная комната я так понимаю в таких комнатах были кабинеты там и пиво понятно вот такие вот такие вот такие моменты страшно открывать дверь потому что как в этих в фильмах или в вихрах когда что-то потом когда что-то вылетает из двери такой скример жесткий ладно ребят я не буду открывать потому что там тупо что-то обваливается я как будто бы услышал голос когда открывал как будто кто-то не хочет что я чтобы я открыл эту дверь я не знаю на камере записался это звук или нет а мы сейчас зайдем эту комнату с другой стороны посмотрите вот такая вот огромная просто огромнейшая комната теперь лучше немножко стало видно посмотрите пол просто весь в мохе я не знаю как на русском будет мох наверное мох тоже он просто весь в мохе вот ребята и эта комната и вот почему я не мог открыть ее потому что здесь все здесь завалена дверь просто и здесь уже проросли деревья это просто жесть ладно идем отсюда потому что здесь можно легко провалиться не знаю местные пацаны пошли спать но мы стой 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 мы продолжаем но не будем здесь наклеить задерживаться сейчас я вам быстренько покажу еще ту комнату которую я вам хотел показать это холл огромный холл готовы я не знаю а дверь скрипит прям как в этом фильме афигеть 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 здесь тупо здесь тупо огромный 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 холл снизу афигеть покажем покажем быстро потому что здесь окна выходят прямо выключите вот ребят сейчас я быстро включу свет чтобы вам показать вот смотрите здесь тупо вот здесь Я так понимаю заседания были, потому что здесь вот стол такой огромный, здесь вот стулья, пиво, и там дальше еще коридор есть, вот, и получилось, я не знаю, что это, что это, блядь, фонари, фонари, фонари. Что это было, я не знаю, кто-то снаружи ходит, вот, иду еще в одну комнату, чтобы показать, здесь тупо все хрустит, ломается, и мы создаем очень и очень громкие звуки, вот, а снаружи, чтобы понимать, есть дорога, а вон с той комнатой только что слышал какой-то треск, сейчас быстро проверим, и идем, пошли, пошли, блядь, здесь просто все трещит, ребят, здесь просто все трещит, Вот, ребята, я в этой комнате Здесь какие-то столы еще есть, я не знаю, что здесь было, и здесь еще есть одна лестница, может быть, мы сейчас спустимся, может быть, здесь есть вход на первый этаж, поэтому Оттуда был? Да Это уже во второй раз Чувак, пошли, это Идем вниз, идем вниз Прямо, где? Ребят, сейчас уже во второй раз Был какой-то, ну, как будто бы упало что-то Я не знаю, может это разрушивает сознание, но уже во второй раз Когда мы были на втором этаже, ну, оно как будто, знаете, позади нас, как будто преследует что-то, ну, знаете, мы пройдем, оно упадет, мы пройдем, оно упадет Очень много совпадений, и сейчас очень страшно Сейчас мы спустимся еще на первый этаж, но по этой лестнице поищем там вход Если там еще нет, идем домой, потому что это уже очень стрёмно, если честно Опа, это первый этаж Первый этаж, оказывается, есть Уже такой, уже такой сыростью поддувает Это вход в подвал Это у нас первый Это у нас первый этаж О, посвети вперед, посвети вперед Телефоном, телефоном освети Ребят, вот это, вот это уже жестко, здесь просто огромнейший вперед Коридор Офигеть Назар, здесь как в классических фильмах ужаса Стол посередине Только он без сидений Ладно, мы сейчас быстренько пройдемся, потому что здесь окна Стой Здесь кто-то есть? Офигеть Здесь просто столы и бумаги Вот такие вот комнаты Здесь как будто бы что-то горело Да, да, вон видно обгоревшие стулья, мебель Какие-то вещи вон там Ох, ребята, посмотрите Сколько здесь заваленной мебели Это просто Жесть Офигеть Здесь просто уже все сыро Офигеть Сейчас я вам покажу Чего я только что немножечко испугался Там картина Здесь вот Вот Здесь вот Это главный вход, ребят Вот вы увидели Это этот вход, который я снимал в начале Я не буду туда сидеть, потому что нас очень сильно легко спалить Я и так не знаю, как нас до сих пор не спалили Старший экономист И у старшего экономиста портрет Тараса Леонидовича Шевченко Висит И здесь какие-то еще Медикаменты Столы, посуда Мебель, жесть Короче Вот так крем у нас получается Диспетчерс Диспетчерс, концепт украинский Вау Офигеть Сейчас, сейчас Интересно, что это телефон такой Смотрите, ребят Это Офигеть Он еще даже немножко крутится Я надеюсь, я ничего сейчас не включу Офигеть И такие вот Бумаги С какой-то информацией Не знаю, наверное Здесь решались очень важные дела Ладно Вот такой вот Вот такая вот Хорошо Офигеть, иди еще Еще один телефон Давай сейчас позвоним на номер 6-6-6 6-6 Сейчас За спиной дьявол Поехали Стремно Так, и вот И вот И вот Эта вот Та дверь, через которую Не иди И вот Эта вот Та дверь, через которую Мы с самого начала Не могли Зайти Попасть Вот Она закрыта Полностью Ладно, ребят А здесь А здесь ловарь был Геройчий Геройчий Вот здесь он сидел И герувал И тоже Братец Шевченко И команд Ладно, пошли отсюда Идем 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 Ребята Там только что Пишите в комментариях Как он Понравился Или нет Но я в очередной раз Хочу напомнить Что все самые Странные моменты Мы разберем В аналитике Через неделю Поэтому Если вы нашли Что-то странное Скидывайте мне Фото и видео В директ Ссылка на мой Инстаграм Будет в описании И с вами был Видко Ченнел И увидимся В новых Заброшках